В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев принял председателя Неправительственной Международной Организации Независимой Комиссии по вопросам разрушения и безопасности, председателя Социал-демократической партии Швеции Улафа Пальме. В ходе беседы Леонид Ильич Брежнев подчеркнул, что Советский Союз неизменно готов сотрудничать в деле обуздания гонки вооружений и упрочения мира с представителями всех политических и религиозных течений. Улаф Пальме информировал товарища Брежнева о проходившем в Москве заседании возглавляемой им комиссией и высказался за проведение широкого диалога между государствами. Беседа прошла в дружественном и конструктивном духе. Председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов принял в Кремле министра иностранных дел Бельгии Шарли Фердинандо Нотомба, находившегося в Советском Союзе с официальным визитом. Товарищ Тихонов подчеркнул значение выдвинутой на 26-м съезде КПСС программы мер, направленных на сохранение мира, укрепление разрядки, ограничение гонки вооружений, на разоружение. Было выражено намерение развивать советско-бельгийские связи в различных областях, в интересах обоих государств, укрепление безопасности и сотрудничества в Европе. Ввести в строй новые мощности на Череповецком металлургическом заводе. Так записано в основных направлениях экономического и социального развития страны. Так было решено 26-м съездом КПСС. Первые месяцы 11-й пятилетки показали, что труженики Северной Магнитки успешно выполняют поставленные партии задачи. Уже в этом году с вводом в эксплуатацию конвейера горячих рулонов, мощность автоматизированного прокатного стана 2000 увеличится на 25%. Обязательства, взятые коллективом на первый квартал, по всем пунктам успешно выполнены. Этот успех определило социалистическое соревнование, развернувшееся на заводе в ответ на решение съезда партии. Успешно решают задачу ускорения перевозок грузов за счет увеличения веса и длины поездов железнодорожники станции «Рыбная» Рязанского отделения Московской железной дороги. Здесь уже более года регулярно отправляют составы весом 10 тысяч тонн и длиной около двух километров. Подготовка большегрузов требует создания дополнительных технических средств для обеспечения безопасности и надежности. Планирование работы ведется с применением ЭВМ. Длинносоставные поезда формируются на параллельных путях и лишь перед отправлением обе половины соединяются. В состав ведут два электровоза – головной и хвостовой. В очередной рейс отправляется бригада во главе с героем социалистического труда, делегатом 26-го съезда КПСС, машинистом Виктором Фадеевичем Соколовым. С начала движения тяжеловесных и большегрузных поездов перевезено дополнительно 16 миллионов тонн народно-хозяйственных грузов. В государственном центральном концертном зале состоялся слет молодых сотрудников органов внутренних дел города Москвы. Выступившись докладом, начальник главного управления внутренних дел Мосгорисполкома генерал-лейтенант Трушин подробно остановился на задачах молодых солдат правопорядка, вытекающих из отчетного доклада ЦК КПСС 26-му съезду партии. Участники слета рассказали о том, как ведут они свою работу по дальнейшему совершенствованию социалистического образа жизни. Они заверили, что отдадут все свои силы, знания и умения для выполнения задач, поставленных 26-м съездом КПСС. Большим спросом у населения пользуются различные модификации мопеда Верховина. Увеличивая выпуск товаров народного потребления, коллектив Львовского мотозавода постоянно думает об их внешнем виде, надежности и безопасности. Мопеды проходят тщательную проверку на специальных стендах. Львовские мастера добились того, что каждый мопед Верховина выпускается с государственным знаком качества. В Центральном доме художника на Крымской набережной развернута выставка «Ярославские портреты XVIII-XIX веков». В экспозиции представлено около 150 работ из музеев Ярославля, Рыбинска, Увелича. Русские провинциальные портреты прошлых столетий волнуют и завораживают современного зрителя своей искренностью и непосредственностью. Полотна, созданные 150-200 лет назад, возвращены из забвения благодаря неутомимому поиску искусствоведов и реставраторов. Я твой. Люблю сей темный сад с его прохладой и цветами. Сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины. Здесь вижу двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда. За ними ряд холмов и нивы полосатые, вдали рассыпанные хаты, на влажных берегах бродящие стада. А вины дымные и мельницы крылаты. Произведения Пушкина раскрывают перед нами прекрасный мир, наполняют жаждой познания и открытий, учат добру и любви к родине. В день рождения поэта по всей нашей стране звучат слова горячей признательности и любви к гениальному художнику и великому гражданину России. С каждым годом, с каждым поколением ширится народная тропа к поэту. Нынешний пятнадцатый всесоюзный Пушкинский праздник поэзии отмечался не только на Псковской земле в Михайловском, но и во многих городах и селах нашей Родины. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит.